на библейский портал экзагет пришел вопрос кому нельзя причащаться вопрос такой с одной стороны обычный достаточно а с другой стороны не очень обычный и достаточно сложный ну во первых нельзя причащаться конечно тем людям которые не крещены людям неверующим тем кто причащаться вообще и не должен не членам церкви и это как-то само собой разумеется вряд ли кто-нибудь из людей некрещенных собирается идти на службу для того чтобы причаститься хотя конечно иногда бывают такие случаи когда человек зашел случайно в храм и видя что все люди потянулись к чаше с причастием тоже решил вместе со всеми не очень понимая что это такое причаститься и причастился даже по небрежности священник может быть может быть кто-то не предупредили маленьких приходов этого не бывает в больших приходах где много людей где много заходящих из других приходов такое случается иногда и вот человек это причастился у некоторых даже возникает вопрос а нужно ли креститься в том случае если то это причастие уже совершилось и совершилось и она конечно креститься в любом случае нужно даже если человек причастился не зная того до совершения таинства причине даже если человек этот верующие но креститься в любом случае все равно нужно не могут причащаться но это тоже опять-таки само собой разумеется те люди которые принадлежат другим верованиям другим верам например не может прийти причаститься иудеи или буддист или мусульманин это опять таки в общем довольно понятно хотя разные случаи случаются но все это конечно недопустимо и за этим надо строго следить в нашей православной русской православной традиции не причащаются те люди которые соответствующим образом не готовились что входит в подготовку к таинству святого причащения но в первую очередь конечно это чищение совести это исповедь если человек причащается часто последнее время это как правило уже хотя раньше такого конечно не было еще на моей памяти причащались достаточно редко но то есть человек причащается часто то возможно какую-то часть подготовки по согласованию конечно с духовным отцом ему можно опустить или пропустить например не соблюдать столь длинный пост который при прописан в наших богослужебных книгах до революции например обязательным постом перед тайством святого причащения считались семь дней целая неделя говения даже на работах определенных на предприятиях на заводах на фабриках хозяева должны были выделять дни для говения и это говение составляло неделю человек каждый день ходил в храм человек постился но обычно это происходило великим постом поэтому поститься так и так приходилось и только после недельного говения приходил и причащался сейчас конечно никто неделю не поститься сейчас до сравнительно недавнего времени предписывалось три дня поститься строго соблюдать пост но настоящее время даже этот маленький сравнительно небольшой и легкий пост стали пропускать опускать по какой причине потому что люди стали причащаться довольно часто что значит довольно часто но нам предписано как православным христианам каждый воскресный день бывать на службе и вот некоторые считают что само собой разумеется что если ты пришел на богослужение то ты должен и причаститься святых христовых тайн в общем это правило имеет под собой серьезные очень основания и действительно очень многие причащаются каждый воскресный день когда только бывают на божественной литургии но плюс к этому конечно и большие праздники плюс к этому и дни ангела какие-то особые памятные дни то есть причащаются достаточно часто но если вернуться к нашему вопросу кому нельзя причащаться вот нельзя причащаться тем людям которые пришли на богослужение но не то чтобы не соблюли соответствующий пост или не подошли на исповедь это было бы еще пол беды но если человек имеет за душой смертные грехи тяжелые очень грехи это грехи например убийство младенца во чреве или грех измены мужу жене или жены мужу сожительство незаконного и другие такие тяжелые смертные грехи не раскаянные то с такими грехами человеку пусть даже он и пришел на божественную литургию и все вокруг причащаются но ему не раскаявшись и не приняв эпитемии соответствующие канонической эпитемии причащаться нельзя к сожалению вот такими грехами грешат довольно большое число людей не все каются по-настоящему потому что мало подойти к священнику мало подойти к новою с крестом и евангелем и сказать я совершаю вот тем-то и тем-то нужно ведь еще измениться нужно избавиться от того или иного греха а это бывает далеко не просто поэтому я скажу так не имеют права причащаться те люди которые отделяют себя от церкви своими грехами тяжелыми грехами смертными грехами не раскаявшись них и не попытавшись изменить свою жизнь к причастию нужно приходить со страхом божиим как священник и говорит перед причастием со страхом божиими веру приступите и мы этот страх божий который попаляет всякую скверну нашу должны в сердце своем конечно обязательно пред причастием иметь мы все грешники мы все недостойны причастия святых тайн господних но по великому милосердию божиему мы все-таки имеем возможность причаститься в оставление грехов и жизнь вечную внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео все-таки все-таки Продолжение следует...